Продолжение следует... Вряд ли моя книга залетела в Америку, тем более на английском языке, что там свои уринотерапевты, люди, которые стараются разобраться в этом методе, и донесли информацию и вот до Мадонны. Ну, интересно. Это я первый раз такое слышу. Сегодня работаю над очередным видео, в котором рассказывается, что Мадонна применяет уринотерапию. У нее там поклонники. И я сначала, там как раз и говорю, что навряд ли мои книги докатились до Америки. А потом, стоп, стоп, машина, задний ход. Я, конечно, не исключаю, что там куча своих уринотерапевтов, тем более из Индии, там хватает. Но, тем не менее, тем не менее, хочу сказать, вот она книжечка издана в Джермании. Видите, они не поскупились, хорошую книгу на хорошей бумаге издали. Все это было дело издано в 1999 году на немецком языке. Теперь смотрим, оказывается, есть и на английском языке моя книга. Издали и на английском языке. Но не буду я себя тешить тем, что, возможно, моя книга там распространилась и попала в руки Мадонны. Геннадий Малахов, уринотерапия, переведена на английский язык. Так, смотрим, когда там все было. И вы знаете, я читаю, 1995 год Геннадий Малахов, собственник. Далее, 2000 год, как-то написано, by West Published House. И, собственно, в 2001 году by George L. Labs and the F.D. Translated into English, если вы увидите. Вот это вот, когда это все было сделано, издано. И туда запульнули. Мы запульнули, наши запульнули уринотерапию. Туда, за кордон. Буржуинов, пускай не на урине немножечко поживут. Заказ, тираж, печать, фонтанка. Издательский дом от 30 августа 2000 года. Да, весь. Кстати, я им не разрешал эту книжку сделать. Это контрфактная вещь, с которой кто-то поимел, кроме автора. Вот такие-то дела в книжном бизнесе творятся. Игорь Макаров. Вот, смотрите. Модные течения. Вот, смотрите. Здоровье – это нечто стационарное. А вот эти вот диеты различные – это все приходящее и уходящее. И питание должно быть, понимаете, оно должно быть здоровым. Конкретно для вас. А когда вам навязывают какую-то там кетодиету, а говорят, что кетодиета – это в прошлом кремлевская диета. То есть, когда люди ели мясо. И за счет того, что они постоянно едят мясо, и в основном только мясо, за счет этого, значит, начинают там распадаться ткани в организме, в жировая там ткань. И человек стройнеет, сбрасывает лишний вес. Но при этом, значит, примерно неделя, максимум две. И то, в зависимости от того, в каком состоянии находятся почки человека, который использует эту диету, значит, идет осложнение на почке. И у одних это нормально проходит, у других это может вызвать обострение почной болезни. Поэтому, значит, вот это кетодиету спрашивают. Многие на ней здоровеют, худеют и молодеют даже пенсионеры. Я уже ответил насчет этой кетодиеты и даже кратко. И смотрите, вот написано, человек помолодел, человек там, значит, сбросил килограммы. Диета. Диета продолжается какой-то период. Далее следует выход из нее. Если человек не понимает, он возвращается опять к тому питанию, которого придерживался до этого. То есть, то питание, которое способствовало и возникновению болезней, и возникновению лишнего веса. И он все это с удвоенной скоростью набирает. А если вы знаете, понимаете, то питание это такая вещь, которой надо придерживаться в течение всей жизни, для того, чтобы быть здоровым. И для того, чтобы у вас тело было в норме, а не разбухало и не уменьшалось. Так, Виталий Плотников. Значит, геморрой я его вылечил. Вот смотрите, интересно. Виталий Плотников. В прошлый раз вы советовали засунуть огурец в реальное место, не срывая его от куста и ждать, когда он вырастет, не обращая внимания на соседей и окружающих ваших людей, как только огурец вырастет. Геморрой исчезнет. Хотелось бы посмотреть, видеть с вашим участием весь процесс. Виталий, оставлю дизлайк. Виталий, опять-таки, я до этого вам рассказывал о том, что средства массовой информации, какие-то ярлыки набросали. И тут получилась интересная вещь. Я там рассказывал про глинотерапию, я там показал, значит, вот этот вот позу льва. А другой врач как раз рассказал вот об этом лечении геморроя. И есть соответствующее видео, человек, не разобравшись, вот так вот, знаете, все валит в одну кучу. А я об этом не говорил. И поэтому видео с моим участием на эту тему и нету. В противном случае мы бы его обнаружили в интернете. Так, Орну Анжелику, с днем рождения, многое лето, с днем рождения. Ирина Иванова, с днем рождения, многое лето, с днем рождения, многое лето. Вячеслав Дыдик, здравия желаю, Геннадий. Звон в ушах, тяжесть затылки, после ушных боли, искривление позвоночника между лопаток, боль поясницы, геморрой можно вылечить. Можно, все можно вылечить. Вопрос можно, и ответил можно. Далее пойдет как. Вот как, это надо уже. Сори, если не туда написала, но сильно интересует мнение великого про синий йод. Пусть такого видео, среди ваших роликов, ничего не выявил. Его нет, еще нет. Вы знаете, вот про синий йод, как бы концентрированное, получается, у нас средство, там, с содержанием, там, йода, ну, относительно концентрированное. На самом деле, там, маленькое все, но так. Я предпочитаю использовать морскую капусту, в которой есть натуральный йод. Я предпочитаю морские водоросли, вот такие, как чука. Они гораздо приятнее едятся, жуются, нежели та же морская капуста. И не надо возиться, делая синий йод. Я вот такого мнения. Придержусь по этому йод. Никак это ничего не сделаю. Для того, чтобы просто-напросто, вы знаете, некой новинкой обратить ваше внимание, вот еще и синий йод есть, я не решаюсь. Потому что это не столько оно эффективно для общей массы людей, как, например, та же капуста морская или морские водоросли. Ну, вот я и все готовлюсь. Вот, Алина, Конокчук, мусора в интернете много, это факт. Человек, думающий, в состоянии его откинуть. Благодарю вас за то, что делитесь информацией. Это на видео «Что происходит с подписчиками на ютубе». Петрович, подскажите, пожалуйста, как решить проблему с постоянным вздутием живота, метеоризмом. Может, какой-то из ваших книг можно почитать об этом. Спасибо. Вот видите, человек просто, его зовут Билл. Билл пришел на канал, он просто пришел, не смотрел, что там до этого было. Он, возможно, там первые 5-10 видосиков посмотрел. И далее сразу же задает вопрос. А этот вопрос лично меня мучил долгое время. Лично я его решил, написал, записал видео, рассказал и выложил. Но он этого не видел. И, вроде как, для Билла сделать опять это видео. Вот я пишу. Смотрите о отмене. Ваш вопрос легко решаем. Понимаете? Вот если все правильно знать и делать, он действительно вопрос. Есть очень сложные вопросы. Есть какие-то простые вещи, но человек никак не может решить. Он просто идет с возрастом их усугубления. Есть простое решение. Так, будем следовать природным явлением и попытаемся больше рассуждать о вечном. На вашу заставку с волнами смотрю с удовольствием. Релакс, да и только видео замечательное. Благодарю. Я вот сейчас как раз здесь нахожусь. Знаете, не столько из-за того, чтобы там поймать рыбу. Дельта в Волге. Уникальное вообще место. Я вот сейчас снял и продолжал снимать видео природы, заставки, воду, камыш, там утки летят или еще что-то такое. Для того, чтобы потом это все использовать в своих видео. В качестве там подложки. И получится, что действительно сам вот этот видеоряд будет приносить какое-то удовольствие, какое-то успокоение, какое-то расслабление, какое-то оздоровление. Так, фаренгит, можно ли вылечиться? Фаренгит, это что-то вам с носом, Руслан? Я думаю, можно. Думаю, можно. Вот, смотрите, если фаренгит, что-то тут такое. И атрофический фаренгит, атрофия, значит, насколько я так понимаю, я, видите, не смотрю ни в какие справочники. Я вообще бы залез в справочник, лишний раз бы посмотреть, что где-то, наверное, идет атрофия слизистой оболочки. То ли гайморных пазух, то ли носовых, примерно там, пазух. Ну, я так думаю. Значит, это все происходит из-за того, что они усиленно работают через лимфатическую систему. То есть, лимфатическая система через свои слизости выбрасывает все лишнее. И как раз слизистые шлаки выбрасываются вот здесь вот. И, естественно, если постоянно что-то выбрасывается, начинает площадь, через которую идет это выделение, она начинает страдать. Она начинает, конечно, вот так вот деградировать. Надо ей помочь. Как? Значит, различные средства, там, и промывание носа. Но для того, чтобы оборвать поток слизи, она же внутри образуется, а потом выходит из носа. Надо разобраться с питанием, откуда она образуется, почему она образуется. То есть, нормализовать, чтобы не было вот этих вот слизистых выделений, которые ведут к атрофическому павильнику. Так что, можно, Руслан, все сделать можно, надо разбираться. Так, Андрей, чудеса. Я заметил, что промывая зерно ржи водой с озоном, она лучше прорастает. Ну, нормально, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, Жемалала Керимов. Я раньше голодал 38 дней. Сейчас у меня панкреатит и удален желчный пузырь. Можно ли мне голодать? Там можно голодать, знаете, вот можно все делать. Можно, но надо же разобраться, от чего это все. То есть, можно, вот смотрите, возможно, была какая-то проблема, ну, какая-то проблема там. И человек думает, решу-ка я ее голодом. Отголодал, все нормально, все прошло, все хорошо, отлично. Ну, дальше, тьфу, все, я стал здоров. Нету такого понятия. Знаете, здоровье это такая вещь, которую надо ежедневно делать, ежедневно с ней работать. Тогда она будет постоянно у вас. А если вы отголодал 38 дней, а потом начали квасить, наедаться, то, естественно, почему там пострадал желчный пузырь и панкреатит? Потому что это от обилия еды. Еда пошла такого сочетания или в таком количестве, что панкреатит, поджелудочная железа перестала справляться. Возникло воспаление. Далее, если там были микробы и все это, там такое, после голодания они так же начали развиваться, как и до этого были, вызвали, значит, что там, камни в желчном пузыре, там воспаление желчного пузыря, что пришлось его убрать. И если мы опять сейчас поголодаем, не понимая причинно-следственной цепочки, которые вам толкуют, 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 и себе толкуют, 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 что надо оттуда. Да, поголодаете. Да, получите. Но после все перечеркнется. Так, про керосиновое снине лучшее лечение – это соленая пища. Ну, как вам сказать? Все, на этом комментарии закончилось. Как вам сказать соленая пища? Она должна быть в меру, соленая пища, в меру. Все, да, соль должна быть. Да, она должна быть в меру. Если чрезмерно ее, значит, начинает, вот я вам говорю, здоровье поддерживается ежедневно, разумным образом жизни, разумным отношением к себе. Значит, будете перебирать солью, значит, возникнут там свои проблемы с этой солью. Будете вообще без соли, значит, совсем другие появятся проблемы. С солью будет все нормально, значит, ни тех проблем не будет, ни других не будет. Вот о чем я вам и хотел рассказать. Впереди у нас, я так понимаю, воскресенье. И сейчас я сделаю этот видосик. Это будет то, что надо. Как раз опробую две камеры. Две камеры это я купил, новые. Поставил на них карточки по 256 гигабот. То есть я вожди снимаю, смотрю. А там больше 10 часов видоса можно записывать. Только вставляю батарейки. Ну, посмотрим, как они работают. Ну вот, поработали. На выезде. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!